В череде достопримечательностей Ленинского района старинные усадьбы, постройки известных архитекторов, в которых жили прославленные люди, много сделавшие для России современные комплексы, такие как конно-спортивный комплекс «Русь». Но святость Видновской земли – это ее храмы. Среди них и Церковь Рождества Христова в селе Беседы. Рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. Голубая церковь на фоне голубого неба смотрится необыкновенно красиво. Православный храм Рождества Христова в селе Беседы Ленинского района Развилковского сельского поселения был возвигнут Дмитрием Донским – московским князем в честь победы русских на Куликовом поле в битве с татаро-монголами. Сейчас церковь – памятник архитектуры и охраняется государством. Сюда приезжают экскурсанты. Мы все ветераны, кто труда, войны. Нам, конечно, здесь интересно. Вот сейчас мы записочки подадим. Вот. Водичку сейчас попили святую. В 1999 году отмечалось 400-летие храма Рождества Христова. 20 лет настоятелем его был Василий Изюмский. Я выхожу из этого храма с таким вдохновением, что я выхожу окрыленной, как будто все осталось и здесь, и Божья благодать. И здесь патюшка Василий – это вообще сказка. Дай Бог ему только здоровья, чтобы он жил бы и существовал, потому что все, то, что мы прихожане, все приходим к ебу. И все он нас благословляет, и всем дает вдохновение нашей жизни. За плечами священника Василия Изюмского тяжелый жизненный путь. Арест отца в 1937 году, война, когда он подростком вместе с другими ребятами рыл окопы под Сталинградом, под непрерывными бомбежками. И чудо спасения, когда в дом, где он жил с матерью и сестрой, попала бомба. Тогда-то юный Вася определил свой жизненный путь – служение Богу. Сейчас настоятель церкви беседок – отец Сергий, который возглавлял Иосифа в Володский храм. Его путь к вере начался в достаточно взрослом возрасте, когда он обучался в Московском институте химического машиностроения. В 21 год решил окреститься. Затем было чтение духовных книг и решение стать священником. В то время еще был жив архимандрит Ипполит Халин. Он был в Рыльском монастыре в Курской епархии. Я к нему съездил, он со мной побеседовал, мою жизнь всю выспросил. И потом сказал, да, тебе есть Божие благословения на то, чтобы служить священником. Став настоятелем храма Рождества Христова, отец Сергий уделяет большое внимание собранию духовной литературы для прихожан. Книги, они обязательно должны быть. Люди должны откуда-то черпать свои здания убогие, не только из проповедей священника, но и дома, чтобы могли почитать, что-то могут не запомнить. Священник может не в полном объеме рассказать какие-то церковные учения. И люди, покупая книжки, они дома читают, изучают, и таким образом духовно растут. Еще много добрых дел задумано священнослужителями храма в беседах. Для того, чтобы люди помнили свои истоки, свою историю. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.